Вася, Вася, Василёк, ты любимый мой цветок. Песня собственного сочинения. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мне пришла посылочка, да-да, от Василёчка, от Василёчка, с сайта Василёк, Василёк. И я хочу с вами поделиться, что же мне там пришло. Тин-тин-тин-тин-тин. А пришло мне, знаете что? Ой, фух, я, знаете, не знаю, что я больше ждала. Посылку с Василька или этот мешок? Знаете, про этот мешок я могу оды рассказывать. Боже, как мне нужен был этот мешок. Он, во-первых, не маленький. Во-первых, можно на ленточке порезать, будет отпугивать всякую живность. На ленточке порезать, коврик можно сделать, мусор собирать. Знаете, заходишь в комнату, ну, в общем, ладно, это когда-нибудь, когда-нибудь на досуге я вам расскажу. Расскажу, сколько способов можно сделать с этого мешка. Ну, я ему тоже очень рада. А теперь переходим к Василёчку, к заказику моему. Так, мои дорогие, здесь посылка на 8 килограмм, а обошлась 700 рублей где-то пересылочка. Так что смотрим дальше. Я сейчас, чтобы не занимать ваше драгоценнейшее время, попробую её распечатать. Знаете, в этот раз точно-точно они мне сделали попроще. Тот же раз они мне прислали в коробке, по-моему, которой я не могла распечатывать. И они думают, Элла Фёдоровна, раз ты такая института боишься, мы тебя в мешочки подгоним. Спасибо вам большое за мешочек. Спасибо, спасибо. Слушайте, здесь такая печать. Как это, не печать? А я вам сейчас покажу. Ох ты, как они тут завязывают, что-то пробивают. То есть тут просто так. Боже, боже, смотрите. Медаль на память. На память медаль. Слушайте, это же классно. Я знаю, куда её можно придумать. Это незаменимая вещь будет. Знаете, когда делаем мы подарки хендмей, ручной работы. И так у меня есть этот цургач. И будет как будто, знаете, хендмей, ну, прошлого века там. Видите, я всегда найду, куда, что можно. Так что выкидывать не буду. У меня вообще без, как это сказать, производства, без, 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 в общем, без выкидочное производство. Ну что, смотрите, какой он здоровый. Мама, не... Ой, что там пищит? А ещё, знаете, что в нём хорошо хранить мягкие игрушки. Я вам скажу, как хранить. Туда мягкие игрушки запихуешь, в диски с мятой. И можно где-нибудь хранить, они не пропадут. И мышки залазить не будут. Но если вы на даче храните. Боже, боже. Боже, боже. Тут ещё больше. Василёчек. Фух, мои дорогие. Знаете, я вам скажу. Я вам просто обязана это сказать. Рано радовалась бабка, что полюбила детку. Я думала, это очень просто. А он там под вакуумом был. Чуть воздух попал. Скотч разбирает. И я не могу прорезать ничего. Ой, слава богу, слава богу. Ну, приступаем к самому интересному. Боже, боже, боже. Где моя это? Знаете что, я, наверное, сейчас всё выложу и вам покажу. Хорошо? Ну что, мои дорогие. Я всё распечатала. Я насладилась. Я, правда, первая увидела. Первая. Так, мои дорогие. Ну что? Кто давно меня смотрит, уже знает. Уже знает. Я говорила, что надо мне подушечки заменить. Я, конечно же, конечно же, люблю 50 на 70 подушечки. Но мой папа любит 70 на 70. То, что любит папа, то желает Всевышний. Поэтому я заказала две подушечки 70 на 70. Абсолютно натуральный материал. Изготовлено из натурального. И экологически чистого материала. Обладает небывалой мягкостью. Отлично удерживает тепло. И подарит вам замечательный сон. Стирать можно 40 градусов. При 40 градусах. Мама, не горюй. Утюжить нельзя. Печалька. Представляете, в машинке стиральной можно стирать. Это же бомба. Раз в год постирали. Но я не знаю, кто как. Мне достаточно раз в год. Так, сейчас я ее... Ой, она такая мягенькая. Слушайте, на этой можно спать. Она мягкая, прекрасная. Как 50 на 70. Вот так обнял. Я люблю под подушку залезть. Залезть рукой. И так. Классно, классно, классно. У меня здесь 2,50 на 70. И еще гречневая. Моя любимая. Моя любимая гречневая. Из гречневая. Так что вот такие подушечки. Боже, они как пушинки. А то у меня теперь пух-перо. Все, пух-перо пойдет на дачу. Пух-перо. Классненько. Ну, конечно же, я взяла их две штуки. Ну, а как? А как? Что папа будет спать на такое, я буду на другой? Нет. Нет. Так. Дальше. Девочки. Все, кто давно меня смотрит. Я уже рассказывала эту миллионный раз. Эту историю с моим постельным бельем, которое я искала. Искала только такое, какое мне подарила моя сваха. И я уже там и бязь, и прошлый раз паплин. В этот раз заказала перкаль. Двухспальный перкаль. Я, конечно, его разверну. Ну, наверное, потом, когда покажу еще с другими вещами, и мы посмотрим. Я и цены расскажу. Заказала папочке своему носочки. Давайте посмотрим. Носочки хорошие. Не ошиблась я. Потому что папа у меня... А носки что-то там вообще дешево-придешево стоили. Сейчас. Носки стоили 33 рубля. 33 рубля. Фирмочка вот эта. Сейчас посмотрим. Насчет носков папа у меня. Ну, немножко любит повредничать. Ну, как все нормальные мужчины. И как все нормальные женщины. А что, мы живые люди? Да, 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 да. Хорошие. Мягенькие они такие. Слушайте. 33 рубля. Так, надо детям заказывать. Без шва написано. Видите? Без шва. Ну, я всегда не догоняю. Как это может быть без шва? Вот здесь-то есть шов. Вот так. Да, да. Смотрите, какая резиночка. Смотрите, как аккуратно сделано. Смотрите. Я не знаю, вам видно или нет. Вот эту прелесть вам видно или нет. Да, и они такие тоненькие. Знаете, ну, как они? Они плотные. Но они очень хорошо на ножки будут смотреться. На папиной ножке. На папиной ножке. Так что, вот такая красивая ножка будет у моего папы. Так что, классно, 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 классно. Так, дальше. Это показали. Так, это футболочка. Заказывала я 54 размер. Я люблю, чтобы было такое все попросторнее. А, это нет. Это туника, 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 да. Ой, слушайте, она там такая как-то на картинке. Она не такая на картинке. Она такая как выцветшая, такая как цвет такой светлый-светлый. Здесь она такая яркая. Слушайте. Домашняя туника. Боже. Класс, 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 класс. Я померю, потом вам покажу. Ой, обалденно, обалденно. Так, и вот эта футболка дачная. Дачная. Но она меня... Знаете, чем она меня взяла? Ой, смотрите. Вася, Вася, Василек, ты любимый мой цветок. Вот это ж Василечки. Вот это ж Василечки. Смотрите, какая футболочка. Футболочка ХБ, 52 размер. Я покажу, как она будет на мне. Не, ну, что там показывать? Что там показывать? Она и так, вы представляете, да? Бомба-бомбецкая. Взяла вот такой детский халат. Детский халат. Смотрите, в какой он упаковочке. Не стыдно подарить. Девочки, а стоил он и мальчики, и также ваши родители? 304 рубля. 300 рублей халат. Давайте немедленно посмотрим. Немедленно. Ну, это на 3 годика где-то. На 3-4 годика. На 3-4 годика размер 34. Смотрите. Вообще. Ну, вот я так вот от шеи мерю, и он мне до бедра где-то вот так. Беленький. Красивый. А смотрите, здесь еще даже так повешать можно. Вот ходить. Когда идете в бассейн, когда идете в баню, чтобы на ребенка накинуть. Вообще беленький, классненький. Во-ап-че. Это я взяла на подарочек. Так что обалденный. Ну и, ну и, ну и. Больше всего ждала. Вот это. Покрывала. Боже, боже, боже. Ой, боже. Я весь микрофон. Даже не дали мне поцеловаться. Девочки, какой он мягкий. Я вам передать не могу. Вот представляете, в зимний-зимний вечер укутаться в него с книжечкой. Или в зимний-зимний холодный вечер постелить его на кроватку. Прыгнуть. Он так к телу будет. Он вообще бомба-бомбецкая. Бомба. Смотрите, вот с одной стороны он так вот подшит. Да, он, я думала, он тоньше будет. Вообще классный. Он так, как с одной стороны, такой гладенький. А с другой стороны, смотрите, как махра. Да? То есть классно будет. Я постелю его на кровать. И вы посмотрите. Люблю я поваляться. Я специально брала вот такой плед, чтобы вот так вот, знаете, в обеденный перерыв, в обед или на полдень. Я люблю так во время дня поспать, чтобы завалиться так или укрыться этим. И всегда можно было его постирать. Он легенький, закинул его в машинку, постирал и все. Правда красиво? Клеточка такая, я постелю его и покажу. Так, мои дорогие, давайте пробежимся по ценам. Халат детский. Здесь почему-то он именуется как вафельный, но он махровый. Вот знаете, как полотенце. 304 рубля. С капюшоном белый. Покрывало 220 на 200. В общем, 2 метра на 220. 714 рублей. Постельное белье двухспальное. С евро простынёй. То есть простыня большая, знаете, это. Чтобы с двух сторон. Я специально беру всегда такие. 1450 рублей. Ну, это вообще, это вообще, понимаете, это очень даже хорошо. Подушка овечья. 70 на 70. 577 рублей. А мужские носки 33 рубля. Ну, их берёшь в упаковку, там в упаковке 6 штук. Носки очень хорошие. Так, футболка дачная. Так, вот это вот цветами. 231 рубль. И платье домашнее. 490 рублей. Так, сейчас я померю её. Очень приятная такая рассветочка. Как я люблю всегда, как я люблю всегда смотреть. Швы вообще. Ну да, у них распошивалочка, видите. Поэтому, ну, равнюсенькие, равнюсенькие. Прям вообще нигде ничего не торчит. И ещё я люблю заглядывать там, где, вот, да, подмышками. Потому что бывает, вот, в разные стороны запошивают сюда-сюда, потом подмышкой натирают. Всё правильно у них. Да-да-да. Я знаю, что у нас, когда была АТК, у швей, нас всегда проверяли. И ещё воротник. Вот смотрите, как воротник они классно сделали. Слушайте, не придраться. Всё ясно. Здесь, если встраиваемый этот воротничок, то здесь вот эта роль и не играет. Вот видите, у них вот этот воротник, он идёт без, ну, соединительной строчки. Он весь идёт ровный. Классно. В общем, я померяю сейчас. Так, смотрите, какое постельное бельё. Нежное, воздушное. Очень приятно. И наволочки вот такие две. 70 на 70. Смотрите. Я уже застилать, вы меня извините, не буду его. Потому что, ну, я только недавно поменяла постельное бельё. Вот. Ну, приблизительно, я вам хочу сказать, какое нежное. Смотрите. Приятное такое, да. И вот смотрите, как сделана одеялка. Да, вот знаете, что поплин, вот это перкаль. Они практически похожи. Ну, вот какой рисунок. Посмотрите. Вообще, как они сделали. С одной стороны, как бы вот такой рисуночек, да. Сейчас. С одной стороны. А с другой стороны, такое же, как постельное бельё. Смотрите. Как скомбинировали. Классно, да. Можно вот это на низ. А это будет сверху и будет всё одинаково. Можно наоборот. Чтобы, когда ложишься, было одинаково. Смотрите, как красиво. Боже, боже, какая красота. Да, в общем, такое нарядное, прекрасное. Наволочки, наволочки сшиты. Да, нормально, большая здесь. Смотрите, больше даже, чем моя вот эта вот. А то обычно сошлёт вот такой, а потом подушка торчит. Нет, нет, нет. Классно, классно, классно. Так, шовчики, как Элла Фёдоровна любит. Вот, отлично, отлично. Ой, вообще, да, так вот здесь так нежненько, а здесь такой переход. Да, сейчас я покажу вам полностью. Смотрите, правда красиво, да? Вообще обалдеть, обалдеть. Так, и сейчас я застелю плед. Смотрите, какой пледик. Боже, он такой мягкий. Он такой вообще бомба-бомбецкий. Я уже просто так сверху покрыла, да? И так сразу светло, свежо становится вообще. Правда, классно? Боже, это вообще бомба-бомбезная. Ну что, мои дорогие, так классно. Боже, какое оно мягкое. Да, интересно будет, какое оно будет. Напишите, у кого есть такие пледы, как оно ведёт себя после стирки. Такое мягкое. Слушайте, я халат теперь такой хочу. Кстати, как идея, надо из покрывала сошью халат. Наверное, такие халаты тоже есть. Они такие мягкие. А вот как для тела, как носиться. Вообще. Вот с этой стороны, как... Вот здесь гладкие, а здесь вот как махра. Как классно. Ну что, показать вам халатики? Халатики. Ха-ха-ха. Хочу сказать про это платье, что оно очень мягкое, нежное такое. Ну вообще, вот знаете, для домашнего я взяла 54 размер. Ну, я не знаю просто, как оно себя поведёт после стирок. Оно сядет. Это же домашнее платье. Ты будешь всё равно его чаще стирать. А так мне нравится. Тин-ти-ти. Тин. И мне очень понравился этот цвет. Когда я смотрела на сайте, он там такой, как немножко выгоревший. Это нормально. Ну что, давайте к футболочке перейдём. Ой. Вообще бомба-бомбецкая. Бомбецкая. Бомбецкая. Смотрите. Дин-дин-дин-дин-дин. Тин-ти-ти-ти-ти-тин. Тин-ти-ти-ти-ти-тин. Тин-ти-тин. Тин. Класс. Класс, класс. Ой, вот эти цветы, они настолько яркие. Ну, посмотрим, как они будут сохраняться. Класс. 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 Так, ну что, мои дорогие, в общем, постирала уже. Чистенький. Стирается. Я стирала, ну, он же новый. Я стирала при 30 градусах. И обязательно стирала я с жидким средством. Не порошком. Всё уже. И такое же оно мягкое осталось, такое же пушистенькое. Да, я подумываю ещё заказать такое. Мне кажется, и спать под ним будет хорошо. И застилать, и стирать. Я постирала вчера ночью. Оно уже там через, наверное, часа два, три на вешалке расстелила, оно высохло. Так что, и ничего с ним не случилось. Я не знаю, может, не генично спать под таким, но мне хочется спать под таким, так приятно спать над ним. Ну, это всё, мои дорогие. Я с вами поделилась по ссылочкой сайта Вася-Вася-Василёк. Может, кому-нибудь что-нибудь пригодится. Ссылочку на сайт я оставлю внизу. Всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока-пока.